Меня зовут Сергей Иванович Серов, я руководитель Высшей Академической Школы Графического Дизайна. Это международный проект, который существует уже 15 лет. У него нет локализации, он сотрудничает с самыми разными учебными заведениями. Смысл его в том, что в этом проекте объединены, ну можно сказать, элиты российского графического дизайна. Это те специалисты, которые находятся в авангарде профессии, которые двигают ее вперед. И работая со студентами, мы вовлекаем их во все дела, которыми заняты сами преподаватели. Например, я являюсь вице-президентом Академии Графического Дизайна, и президентом Московской Международной Биеннале Графического Дизайна «Золотая Пчела», которой в этом году исполняется 20 лет. Во многом она делается силами наших студентов. Я уже сказал, что я являюсь вице-президентом Академии Графического Дизайна, и Высшей Академической Школы Графического Дизайна, и Московской Международной Биеннале Графического Дизайна «Золотая Пчела». Графический дизайн для меня и для всех нас является самым главным в жизни, как говорили раньше, важнейшим из искусств. Сейчас происходят некоторые сдвиги в культуре, про которые говорят как про смену парадигм, и как про переход от индустриального общества к постиндустриальному, то есть к информационному, которые обуславливают, на наш взгляд, резкое повышение роли графического дизайна в жизни и в культуре. Графический дизайн, он соединяется со многими другими областями. Он сам по себе универсальный. Это довольно широкая деятельность, которая начинается от шрифтов, от знака образования и завершается рекламой и видео, экранными технологиями. Поэтому специалисты в областях физического дизайна это универсальные специалисты. И наши выпускники работают просто в самых разных сферах. И в редакциях журналов и газет, и в рекламных агентствах, и в дизайнерских студиях, и на телевидении. Вот в этом году мы начинаем совместный проект Высшоакадемической школы графического дизайна, ВШГД, с Шолоховским университетом, который соединяет направленность на профессию, вот это центрирование вокруг проектного подхода всего учебного процесса, с университетской широкой универсальной гуманитарной базой. И мы надеемся, что это принесет свои плоды. Это первые опыты, и надо сказать, что нам не хватало вот этого университетского контекста. Мы буквально центрировали все образование вокруг специализации. Но этого тыла, этой базы, этой широкой гуманитарной основы, без этого в профессии очень трудно. Потому что профессия дизайнера, она такая же, как профессия режиссера. Она требует, прежде всего, какой-то человеческой, личностной состоятельности. Еще один аспект образования в рамках этого проекта – это вовлечение студентов в актуальную международную профессиональную жизнь. Я уже говорил про то, что студенты участвуют в Московской международной бьеннале графического дизайна «Золотая пчела». Они буквально погружаются еще на стадии подготовки. Вот мы еще одна линия сотрудничества с Московским государственным гуманитарным университетом. Дизайнера Шелухова – это привлечение студентов на практику, на музейную, на выставочную практику по подготовке и проведению очередной бьеннале. В этом году она будет десятая, юбилейная. Студенты погружаются буквально в святая, святых профессия. Они первые распаковывают конкурсные работы, пришедшие на бьеннале. Они видят самые последние, самые свежие работы, которые приходят сюда, в Москву, со всего мира. И дизайнеры, которые посылают работы на бьеннале, они уже сами являются таким первым фильтром, личным, таким отборочным комитетом. Они сами отбирают самые лучшие свои работы, думая, как они могут выглядеть в международном контексте. Поэтому поступают работы лучших дизайнеров, которые подвергаются строгому отбору со стороны отборочного комитета. Студенты наблюдают это, помогают этому процессу. И получается вот такой вот второй уровень, вторая фильтрация. Поэтому на выставку попадают только финалисты, лучшие из лучших. Потом приезжают члены международного жюри, которые отбирают еще третьим фильтром, выбирают лауреатов, которые потом публикуются, широко расходятся, кругами. И так, собственно, происходит движение визуальной культуры и движение вперед профессии. Вот через такие смотры, где выявляются тенденции, где выявляются направления развития культуры, и студенты участвуют в этом в режиме онлайн. Студенты прикладывают свои усилия к подготовке, к проведению этого. Поэтому «Золотая пчела» это такой настоящий образовательный ресурс. Уникальный образовательный ресурс, которого в стране больше нет, да и в мире таких немного. И вот с этого года в этом смогут участвовать студенты Шолковского университета. Но надо сказать, что «Золотая пчела» это не единственная международная программа, в которой участвуют студенты Высшей Академической школы графического дизайна. Мы включены во многом благодаря «Золотой пчеле» вот в этот международный контекст актуальной художественной жизни и постоянно, просто постоянно принимаем участие в разных международных программах и проектах. Какие-то глобальные проекты, которые на международной арене затеваются регулярно, просто с завидной регулярностью, в которую вовлекаются студенты, и мы в них постоянно участвуем. Поэтому это является еще и членом вот этой образовательной сети «Экограда». «Экограда» это международная организация, международный совет Ассоциации по графическому дизайну, который объединяет национальные ассоциации. У него есть образовательная сеть. В России там представлена Высшая Академическая школа графического дизайна. Поэтому наши студенты, студенты Шолковского университета, в результате этого сотрудничества получают выход на международную арену.